Это дорожно-транспортное происшествие произошло в конце сентября. На 40-м километре автодороги Лермонтов-Черкеск прямо перед автомашиной «Газель» выскочила лошадь. Животное погибло, а водитель автомобиля чудом остался невредим. Между тем, личность владельца лошади до сих пор не удалось установить. Несмотря на то, что за бесконтрольный выгул скота владельцам грозит административная ответственность, количество ДТП с участием животных в республике продолжает расти. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с участием КРС увеличилось в полтора раза как минимум по статистике, которую ведем мы сами на данный период. Большая часть ДТП, как я уже сказал ранее, с участием крупнорогатого скота, то есть это лошади, коровы, бычки, грубо говоря, происходит у нас на федеральной автодороге Лермонтов-Черкеск. С января месяца 2020 года на территории нашего Прикубанского района, к сожалению, было совершено 6 дорожных транспортных происшествий уже с участием крупнорогатого скота. Данный участок федеральной трассы особенно загружены. Здесь проходит большой туристический поток, разрешено скоростное движение транспорта. Однако жителей близлежащих сел это почему-то не пугает. Они спокойно отправляют свой скот пастись у дороги, забывая, что корова из безобидного животного превращается в источник повышенной опасности для автомобилистов. Выпас без соответствующего контроля, то есть если корова, та же, грубо говоря, лошадь, находится вблизи дороги, либо на автодороге без соответствующего контроля. То есть нет пастуха, который должен данный контроль осуществлять. При несении службы нарядами сотрудники ДПС при выявлении данного факта регистрируют незамедлительно данное правонарушение. Каким образом? Совершается звонок в дежурную часть отдела Мадреси по Прикубанскому району. В случае ДТП сразу на месте собираются материалы для регистрации правонарушения. Это фотофиксация, где чётко видно, что животное находится на проезжей части или в непосредственной близости от неё. И заполнение протокола. За выгул скота без соответствующего контроля полагается административный штраф. К проблеме подключились и активные жители. До недавнего времени в Прикубанском районе они обходились профилактическими беседами с нарушителями. Но теперь здесь решили применить всю строгость закона к тем, кто продолжает выпускать свой скот вблизи проезжей части. Совместно с сотрудниками ГИБДД, посоветовавшись с ними, мы решили, надо как-то ужесточать, наказывать тех людей, которые без присмотра отпускают скотину. Теперь беспечным владельцам крупного рогатого скота будет сложнее избежать наказания. Сотрудниками ГИБДД района проводятся регулярные рейды с целью выявления владельцев бесконтрольно пасущихся животных. Раймешен Назиркапушев, Архиз, 24. Субтитры подогнал «Симон»!